Наступила эпоха хаоса в нашей общественной жизни, жизни на Земле. Не только про Россию говорю, хотя у нас то же самое. Хаос из хаосов. Наступила эпоха хаоса. Наступило вот такое непредсказуемое время, которое, безусловно, связано с интернетом. А интернет породил множество непрекращающих череду научно-технических революций. Не эволюций, а именно революций. Какие-то изменения происходят, причем кардинальные. Ну представьте себе, могли ли мы представить еще какое-то время назад, что большую часть времени мы будем общаться друг с другом, тыкая пальчиком по стеклу. Однако сегодня это происходит. Сегодня это происходит. И это время хаоса, которое, я говорю, нельзя просчитать, нельзя прогнозировать, нельзя понять, что, потому что в хаосе происходит порой необъяснимое. Вот что-то должно случиться, а это не происходит. А что-то вообще не должно случиться, оно происходит. И многие институты на земле, они становятся оторванными от жизни, они отстают. Институты власти, институты здравоохранения, семьи институтов отстают, религиозные институты, церкви сегодня отстают. Я думаю, ни одного менять такое четкое внутри ощущение. Знаете, если мы берем вот конец 80-х годов прошлого века, начало 90-х, когда только наша церковь появилась, было ощущение, я думаю, у многих, кто с того времени служит, что мы словно с вами находимся на гребне времени. Сегодня такого ощущения уже нет. Почему? Время поменялось, да? Время поменялось. Наступает вот это время хаоса, время непредсказуемости, время непонятное. И это не только там не могут мы предсказать. Многие люди там, которые должны предсказывать, не могут. Вот коронавирус, да, вот эта эпидемия, пандемия показала, что совершенно мы не готовы. Вот наступает пандемия, какая паника началась. В здравоохранении, Всемирная Организация Здравоохранения показала свою полную беспомощность и неспособность. Она была и создана, чтобы решать вот такие глобальные проблемы. Она с этим, прямо скажем, не справилась. Что творилось во властях, что власти там делали, что когда-то в торговые центры нас не пускали. Помните, да? То есть мы видим, что возникли проблемы, а общество не готово, да? То есть общество живет в этих проблемах, а те институты, которые должны решать эти проблемы, решить их не могли. Не могли. Непредсказуемо. Я даже, знаете, замечаю, что когда, вот особенно на молодежном служении, лет 15-20 лет назад, когда мы собирались, да, я очень много говорил, советовал молодым людям. Говорю, вот нужно сделать так, тогда будет вот это. А вот так вот лучше, наверное, не делать, потому что будет вот это. То есть я вот говорил, мы так общались. Вы знаете, сегодня, когда я общаюсь с молодежью, я уже не даю так советы, как 15-20 лет назад. Да потому что я не понимаю, что сработает, а что не сработает. Если бы, например, в свое время пришла ко мне какая вот у нас уроженка нашего города Екатеринбурга, Клава Кока, и сказала мне, вот, Виктор, стоит ли мне заняться музыкой? Я бы сказал, Клава, это не твое. Не твое. Или вот этот с компрессорного парень, не лето. Вот не лето. С компрессорного парень, не лето. Если бы он пришел, говорит, постер, вот у меня тут тексты, вот я бы послушал, сказал, займись, брат, чем другим. Ну, не твое. Однако сегодня у этих, эти люди взлетели, у них миллионы просмотров. Сегодня у нас часто больше всего, по крайней мере, в нашей стране набирают музыкальные клипы, которые вообще не музыканты поют. Какой-то Пирожков, у него там десятки миллионов просмотров. Пришел бы он раньше, мы сказали, Пирожков, пирожки пеки. Какой тебе, какой тебе петь? Это не твое. Ты не музыкант. Но время поменялось. А мы часто, знаете, живем еще в старом. Мы пытаемся жить в старом. А вот там были люди в наше время, не то, что нынешнее племя. Мы пытаемся бороться со временем, которое сегодня. Вместо того, чтобы в это время эффективно, максимально эффективно трудиться и служить, мы вместо этого начинаем с этим временем бороться. А многие вещи, которые были раньше, они сегодня вообще не работают. Поэтому хорошо иногда помнить, а иногда хорошо. Я даже целую проповедь готовил, но так что-то ее и не решился рассказать. У меня была целая проповедь, называлась «Благодать забвения». Когда хорошо иногда что-то забывать. Потому что что надо, ты и так будешь помнить. А то, что мы часто помним, вы знаете, вот, 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 помните, мы еще в школе логарифмической линейкой пользовались. Ну, правильно, пользовались. И что? Вот сейчас надо всем объяснить это. Зачем? Зачем это нужно? Точно так же, как и о будущем. Вы знаете, раньше я помню, у меня вот будущее было прямо расписано. У меня поездки были чуть ли не на год, там все расписаны. Иногда даже и больше расписаны. А теперь, вот, меня зовут, говорит, Виктор, приедь к нам в декабре. Я говорю, знаете, давайте в ноябре свяжемся. Я не делаю больших планов больше. Я не делаю. Почему? Да потому что я увидел, как сегодня все поменялось. Все поменялось. Нет вот больших, там, далеко идущих планов. Все, да. Что интересно, это ведь уже задолго об этом сказано в Слове Божьем. Помните, Иисус говорил, не заботьтесь о завтрашнем дне. Это не значит, что Он имел в виду, что вот мы такие должны быть люди, такие, а-а-а, я ничего не думаю. Нет. Не о глупости, не о легкомысленности. Иисус как раз говорил о таком времени, как это. Довольно для каждого дня своей заботы. Сегодня время благоприятное. Сегодня время спасения. Живи в это время. Живи сегодня. И когда вот я смотрю на молодежь, слава Богу, Бог нас благословил многодетной семьей, и у меня вот и старшая дочь ей уже 28 лет, и младший наш сын ему 10 лет. И знаете, казалось бы, ну 10 лет, 28 лет. Сколько там разница? 18. Ну вот. А разница огромна. Огромна. Если я говорю со старшими детьми, в принципе, мы почти во всем понимаем друг друга. Когда я говорю уже со своей Элисой 20 лет, я четко вижу, это другое поколение. Вообще другое. Когда я смотрю на нашего 10-летнего Женю, это вообще другое. Тут я даже вообще много не понимаю. Понимаете? Другое время. Они сформированы по-другому. Поэтому мы должны с вами понимать, это время такое сегодня наступило. Можно скучать, можно критиковать, можно быть недовольным, но это всего лишь признак старости. Если для тебя прошлое привлекательнее настоящего, ты постарела, значит. Поэтому мы должны быть как дети, чтобы войти в Царство Небесное. Все это скажут? Аминь. Аминь.